Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 20 часов не спим. Идём на лопату. Деваться некуда, нужно ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда отважных путешественников на серийных пикапах Toyota Hilux бросает вызов Арктике, отправляясь покорять самые отдалённые и суровые края планеты, где не оставил свой след ещё ни один автомобиль в заводской модификации. Каково это биться с Арктикой буквально за каждый метр пути, зная, что где-то там под колёсами под толщей льда холодная бездна воды? Каково это не знать, в каких условиях предстоит провести следующую ночь, и удастся ли продвинуться вперёд хотя бы на километр? Экстремальный холод. Когда машина завалилась на бок, за бортом была температура ниже минус 50. Непредсказуемый маршрут. Заправок там нет. Плитовая обстановка явно нестабильная. Просто надо теперь быть аккуратней, чтобы не утонуть и не провалиться. И невероятные встречи, которые запомнятся на всю жизнь. Впервые в жизни я догоняю ледокол. Или могут жизни лишить. Следы белого медведя стали встречаться здесь гораздо чаще. Задача экспедиции – первыми в мире добраться на автомобилях в заводской спецификации до Диксона, самого северного континентального населённого пункта на планете. От районного центра города Дудинки Диксон расположен в 650 километрах. И практически всё это расстояние пикапам предстоит пройти по льду могучего Енисея и Карского моря. Главная часть экспедиции успешно завершена. Команда добралась до цели. И сейчас уже можно сказать, что путешественники стали рекордсменами России и Европы. Две стандартных «Тойота Хайлакс» не только справились с тяжёлыми арктическими условиями. Ни одной поломки, а из повреждений только бампера, которые стали хрупкими на морозе и трескались при контактах с сугробами. Цель достигнута, но теперь предстоит обратный путь. Погода к выезду из Диксона не располагает. Местные жители говорят, что в таких условиях газодобытчики, к примеру, вовсе не выходят на работу. Сейчас мы обедаем и выезжаем назад на Большую землю. Путь нам предстоит долгий и, возможно, даже сложнее, чем дорога, которая была сюда. Потому что впереди у нас метель и оттепель. Копать мы будем дольше, а на улице при этом будет гораздо холоднее. Надо торопиться. Но перед выездом нельзя не побывать на священном для всех приезжающих в Диксон месте. По острову Диксон мы не могли не заехать на это место. Это памятник североморцам. И в условиях полярной ночи, в условиях пурги, которая сейчас с порывами ветра за 20 метров в секунду, мы не могли не совершить эту маленькую экспедицию в рамках нашей большой экспедиции и отдать дань уважения морякам и североморцам. Никто не забыт, ничто не забыто. С этой выбитой в граните фразой невозможно не согласиться. Впрочем, именно в наименее подходящих для жизни местах вдалеке от столиц, к примеру, там, где всю зиму не восходит солнце, память, как правило, живет дольше, чем в благополучных городах-миллионниках с менее суровым климатом. Гостиниц на первой части маршрута, как легко догадаться, не предусмотрено. Водители спят в теплых автомобилях, чьи моторы работают безостановочно. А еще четырем путешественникам приходится жить в палатке. Внутри специальных спальников, разработанных для использования при сверхнизких температурах, бывает не просто тепло, а даже жарко, но только когда прогреешь мешок теплом своего тела. А вот влезть в него вечером и вылезти утром – настоящий подвиг. В распоряжении команды есть горелка, но от нее при таком минусе проблем больше, чем тепла. На свежем воздухе ее не оживить, и разжигать приходится в салоне автомобиля. Снег набился между ободом и диском, и сейчас, получается, топим. О, этот снег. Одновременно качаем колесо, чтобы, ну, как сказать, восстановить герметичность покрышки и диска. Когда позади уже больше тысячи километров, запасок у команды просто не осталось, и очередное повреждение покрышки составляет остановиться надолго. Есть такой выход, как звонок другу, и друзья у бывалых путешественников находятся буквально повсюду. Леха, привет, это Саня. У нас запаски все кончились. У нас есть покрышка в Норильске, запасная. Если мы ее как-нибудь в дудинку переправим, есть возможность какая-то техническая морковка и ближайший передать. Но до дудинки еще надо добраться. Запаски у нас кончились, и вот на одной из машин уже начинает все сильнее и сильнее спускать колесо. Один из вариантов развития событий, мы просто будем переезжать там, ну, пускай 500 метров, снимать с целой машины колесо, катить его назад к раненой машине и перегонять эти 500 метров эту раненую машину. Опять снимать колесо, проезжать еще 500 метров, откатывать колесо назад и так вот, такими смычками, двигаться дальше. Казалось бы, сложно представить, что может сделать такую ситуацию еще хуже. Но тут появляется он. Отнюдь не спаситель. Хозяин территории, что зовется Белым Безмолвием. Самый крупный хищник планеты. Белый медведь. Когда копали или толкали автомобиль, постоянно оглядывались по сторонам. Вот честно. И даже когда приходилось идти за машиной с лопатой, то есть загонять этот автомобиль, ты постоянно на 360 градусов крутил головой, или я крутил головой, и смотрел, есть ли кто поблизости. Я думаю, что он где-то рядом ходил. Он собственно и ходил, потому что мы же виделись на обратном пути его следы по нашей колее. На счастье путешественников, хищник оказался неагрессивным. Или попросту недавно перекусил. Хотя на добродушного умку из знаменитого советского мультика вовсе не смахивал. Но обошлось. И наутро обессиленные, но не отчаявшиеся покорители Крайнего Севера дотянули таки до ближайшей ключевой точки метеостанции Сапкарга. Температура упала до 18 градусов, но поднялся шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Снег уже потерял свои свойства и перестал держать. Штурманы копали просто и день, и ночь в режиме нон-стоп. Поэтому мы до полярной станции Сапкарга, это 280 километров от Диксона, ехали три дня, но это были очень сложные три дня. Со стороны метеостанция выглядит не слишком впечатляюще. Даже может возникнуть подозрение, что в этих покосившихся домиках уже никто не живет. Но выясняется, внешность обманчива. Казалось, что метеостанция – это шикарный, ну не шикарный, это хороший, добротный дом, где есть много комнат, где проживает пять человек. И самое главное – потрясающие люди, которые на ней находятся. То есть это не социопаты, которые прячутся от людей. Это еще одно было такое красивое открытие. Но долго задерживаться здесь некогда. Пора выдвигаться в сторону города Дудинка. На Крайнем Севере лишние часы отдыха легко могут превратиться в дни отставания от графика. Попытавшись выйти на берег по следу трекола, ничего не получилось, свернулись на лед. Ну и здесь нас накрыла ночь. Поставили палатку на улице минус 54, переночевали, все хорошо. На утро попытались двигаться вдоль фарватера, не ехалось абсолютно. Здесь мы уже по-настоящему практически в ноль спустили колеса, спустили так, что машины двигались, можно сказать, на водах. В таких условиях духом пасть могут даже самые стойкие. Но как в рекламе. Иногда достаточно просто хлебнуть горячего чаю, и ситуация радикальным образом изменится. К примеру, можно в совершенно безлюдном месте, где напрочь отсутствуют дороги, тормознуть весьма экзотическую попутку. Мы даже и не могли об этом подумать, когда встретили этот атомный ледокол несколько недель назад. А теперь мы тормозим его и просим подкинуть нас до дудинки в связи с тем, что очень и очень сложная снежная обстановка. Ребята, атомщики, не отказали нам и подкинут нас до дудинки. Ребят, ну мы первый раз в жизни поедем на атомном ледоколе. А вы сейчас прокатитесь с нами. Погнали! Одно дело сказать «погнали», и совсем другое погрузить два пикапа на борт ледокола. Каждый из экспедиционных автомобилей Тойота Хайлакс весит около двух с половиной тонн. Плюс не стоит забывать, что из обычных серийных пикапов эти две машины стали уникальными автомобилями-рекордсменами. А значит, обходиться с ними следует предельно аккуратно. Пока ты не прокатился на атомном ледоколе, ты не настоящий полятник. Поэтому, чтобы уж поставить и здесь галочку, мы сейчас закроем этот пунктик. Всего на погрузку ушло немногим менее часа. После чего команда отправилась на экскурсию по ледоколу. Главное помещение которого – капитанская рубка на вершине девятиэтажной надстройки. Это атомный ледокол. 1988 года построите, потому что он будет в узких рек, то есть на морководных участках с минимальной осадкой подпередом до 10 сантиметров. Команду ледокола целых две. Каждая проводит на борту 4 месяца, а потом столько же отдыхает. Чтобы экипаж не скучал, внутри созданы все условия для полноценного досуга. Хочешь посмотреть свежий фильм – в наличии актовый зал. Хочешь подтянуть физическую форму – спортивный зал, где можно играть в баскетбол, тренажерный зал и даже бассейн. Заскучать тут не получится. Здесь, где у них проходят разнарядочки, где, так скажем, доска с объявлением, висит наша фотография, друзья. Причем фотография со статьи американского сайта. Любимым же местом у экипажа является, конечно, столовая. А теперь наше путешествие из экстремального перешло в суперэкстремально комфортное. Сейчас у нас непосредственно будет завтра. Пока Таймыр крушит лед с помощью двигателей мощностью в 50 тысяч лошадиных сил, две Тойота Хайлакс отдыхают на палубе. Переводят дух и путешественники. Но прямо по курсу дудинка, а значит, скоро снова в путь. Наш комфортабельный вояж на атомном ледоколе Таймыр подходит к концу. Буквально через пару километров мы прибываем в порт дудинка, снимемся опять на твердую землю, проведем в дудинке встречу с подписчиками и пресс-конференцию, и уже завтра отправляемся в Москву. Мы будем вновь пробиваться по снежной целине. И только после этого мы выйдем на Ванкорский зимник, откуда уже практически будет хайвей до Москвы. Поэтому самое интересное только начинается. В дудинке героев ждали. Особенно рада встрече с нашими путешественниками оказалось молодое поколение. Дети моментально облепили усталых небритых людей и не отпускали около часа. Дарили рисунки, задавали вопросы, рассказывали, что тоже мечтают стать путешественниками. И, конечно, фотографировали. Целью нашей поездки было установление рекорда Гиннеса, России и Европы по достижению самого северного континентального населенного пункта в мире на автомобилях в стандартной комплектации, стоковой комплектации без доработки. Стартовали мы из города Норильск и за 10 дней с трудом, конечно, доехали до населенного пункта Диксон. Этот населенный пункт и являлся целью нашего путешествия, целью нашей экспедиции. Для нашей поездки мы специально выбрали самое холодное время в регионе, январь, для того, чтобы попасть на крещенские морозы. Это было сделано нами специально, потому что именно при самых низких отрицательных температурах у снега появляется такое свойство, как наст, и он хорошо держит автомобиль. Соответственно, у нас появилась возможность доехать до нашей цели и как можно меньше копать снег, для того, чтобы машины могли проезжать вперед. Мы застали морозы при температуре минус 54 градуса. Также у нас порывы ветра достигали до 15-20 метров в секунду, что вкупе с морозом создавало просто невыносимые экстремальные условия. В этот момент отказала дизельная электроподстанция на населенном пункте Караул. Была отменена работа у нефтяников, а мы в этот момент на абсолютно двух стандартных Toyota Hilux ехали по реке Енисей и по льду замерзшего Карского моря. Мы преодолели в первую очередь, наверное, себя, потому что действительно было очень тяжело. Мы финишировали в Диксоне, отметили свой результат в администрации населенного пункта, сделали фотографии и видео для подтверждения рекорда у Стеллы Диксон и буквально через день отправились в обратный путь. Вскоре после возвращения в Москву все участники экспедиции, конечно, включая автомобили Toyota Hilux, официально были признаны рекордсменами России и Европы. Процедура фиксации мирового рекорда гораздо более сложная и занимает несколько месяцев. Но ценнее записей в книгах достижений впечатление от невероятных приключений и осознание того, что ты и твой автомобиль стали первопроходцами, совершили то, что раньше не удавалось никому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова